Всем привет, друзья! Сегодня покажу вам Лондон из высоты птичьего полёта и просто из окна автобуса центр Лондона покажу. В общем, прокатимся мы с вами по Лондону, друзья. Те, кто не видел, может быть, будет интересно посмотреть даже из окна автобуса. Ну и сегодня я вам расскажу о той тайне между королевой Елизаветой II и её мужем, принцем Филиппом, которую, в общем-то, они скрывали. Вернее, наверное, сказать так, что пытались скрыть как можно дольше. Но досужие журналисты и те, кто интересовался более подробно жизнью этой пары королевской, конечно же, об этом узнали. Может быть, даже и вы что-то такое знаете. И я уже отстала от жизни. Но вот когда мне рассказал об этом мой муж покойный, Рентон, я была очень удивлена. Как говорится, секрет лежал на поверхности, но никогда особенно не придаёшь значения именно тому, что никто и не пытается скрыть. Вот этот коллаж, посмотрите, замечательный, когда праздновали королева Елизавета II и принц Филипп свою юбилейную свадьбу 50 лет вместе. И вот посмотрите, они продолжают с такой же любовью смотреть друг на друга спустя 50 лет. И вот эта история любви длинную в жизнь, и это кажется, что настоящая любовь была. Ведь принцесса Елизавета увидела своего суженого и влюбилась в него сразу же, когда ей было 13 лет. А ему было 18, и он уже был курсантом Королевского военно-морского училища Великобритании. Вряд ли, конечно, такой статный красавец, молодой офицер влюбился в 13-летнюю тогда девчонку Елизавету. Но, понимаете, она была очень настойчивой, и она начала с ним переписываться. И вот эта их переписка длилась очень долго и в конце концов привела к их помолвке в 1946 году, и потом брак в 1947 году. И вот слухов очень много ходят о похождениях принца Филиппа и якобы о том, что он-то не очень любил свою жену. Это она была в него влюблена всю жизнь с 13 лет. Но, вы знаете, вот как-то кажется, что здесь люди решают очень быстро, совершенно не вникая в суть событий. А ведь вот смотрите, что произошло. Они переписывались с 1939 по 1946 год, то есть 7 лет он переписывался с маленькой принцессой. И потом, в 1946 году, когда он попросил руки Елизаветы у её отца, короля Георга VI, король попросил его подождать до совершеннолетия принцессы. И он ждал ещё год, до 1947 года. И только в 1947 году произошла их свадьба. Так вот, перед свадьбой, после помолвки, принц Филипп отказался от всех своих титулов. Также он был крещён в церкви Англии и сменил фамилию. Он взял фамилию своей матери Маунбеттон. Ну и всё-таки он женился не на королеве Елизавете, а на принцессе Елизавете, которой на тот момент было 21 год, и её отец правил, король Георг VI, и был достаточно молодым в то время. Елизавета и Филипп жили обычной жизнью. И в семейном архиве показана просто молодая пара, наслаждающаяся обществом друг друга, в тёплом климате, вдали от дворцов и королевских обязанностей. Потому что на то время молодой муж Филипп делал быструю карьеру на военном флоте. Они в то время жили на Мальте, и в 1948 году у них родился первенец принц Чарльз, а в августе 1950 года дочка принцесса Анна. Вся их жизнь изменилась мгновенно 6 февраля 1952 года со смертью короля Георга VI. Елизавете было на тот момент 25 лет, Филиппу 30. Они, конечно, знали, что рано или поздно им предстоит взойти на престол, но надеялись, что в запасе у них есть ещё несколько десятилетий, когда они смогут принадлежать самим себе. Так вот, принцесса Елизавета стала королевой Елизаветой II, когда взошла на престол и была коронована в 1953 году. А герцог Единбургский, этот титул он получил от отца Елизаветы в день свадьбы, коронование супруги означало конец его собственной военной карьеры. Для человека, привыкшего командовать кораблями, переход на роль второго плана не мог пройти очень просто. А тут ещё королева Елизавета, которая всегда очень серьёзно относилась к своему будущему предназначению стать королевой и править, А в то время, в 50-е годы, крайне редко женщина вообще могла быть выше мужчины по положению. А для королевы, хотя она и была в тот момент молодой матерью, самым важным должно было стать предначертанное для неё служение. И что она здесь сделала, как она поступила. Вот это как раз и есть тот секрет, о котором мне рассказал мой муж. Я ничего не могу конкретно утверждать, потому что я знаю эту новость только из уст моего бывшего супруга. А если говорить о том, что тогда писали в прессе, то там всё-таки поняли, что отношения пары пострадали. Каким-то образом пострадали от изменения их статусов. Но если они и даже и пострадали, то это осталось за закрытыми дверями. Вот так писали британские газеты. Да и сейчас точно так же пишут. И так же рассказывали о том, что принцу Филиппу понадобилось какое-то время, чтобы приспособиться к своей новой роли. И это часто приводило к конфликтам. И он в 1956 году провёл больше четырёх месяцев, путешествуя по самым отдалённым странам британского содружества. И многие уже начали сомневаться в его преданности своей супруге. Так вот, как говорил мне мой муж, что именно здесь произошло? Королева Елизавета II настолько серьёзно отнеслась к тому, что она стала править государством, что она решила больше не родить детей. А так как она была очень строгих правил, протестантка, никаких тогда не применялась, противозачаточных средств или ещё чего похуже, да? Вы понимаете, о чём я говорю? То ей ничего не оставалось, как закрыть дверь спальни перед лицом своего мужа. И я ещё раз напомню, что на тот момент королеве Елизавете было 25 лет, а её мужу, принцу Филиппу, 30 лет. То есть самый расцвет. И мало того, что ему пришлось оставить свою службу, да, ещё и быть постоянно на вторых ролях, при его-то амбициях. Вот, говорят, именно тогда он и пустился во все тяжкие похождения, о которых тоже ходят легенды. Сколько у него было там адюльтеров, и сколько было у него женщин на стороне. Якобы я ничего тут не утверждаю. Но для меня, например, единственным доказательством вот этих вот слов моего мужа и этого рассказа является, знаете что? То, что у королевы Елизаветы и принца Филиппа, как мы знаем, четверо детей. Чарльз родился в 1948 году. Через два года родилась его сестра Анна в 1950 году. И потом промежуток десятилетний перед тем, как родился следующий сын, принц Эндрю в 1960 году. И уже принц Эдвард родился в 1964 году. То есть даже здесь по датам рождения детей мы видим, что огромный был промежуток между 50 и 60 годом детей у них не было. Именно по этой причине, о которой я вам и сказала. Ну и как уж они смогли возобновить свои отношения, это нам доподлинно неизвестно. И было ли это вообще все правдой, тоже сейчас утверждать трудно. Но, скорее всего, получилось так, что эти люди действительно любили друг друга, раз они смогли преодолеть даже такое препятствие длиною в 10 лет. Так или иначе, они нашли согласие. Герцог позволил королеве исполнять свою роль главы государства, а на себя взял второстепенную роль и был главой только лишь в их семье. Для всего мира она была главной, а в частной жизни они менялись местами. И так или иначе, эта пара прожили вместе более 73 лет. И брак Елизаветы Второй и Филиппа стал для многих эталоном отношений. Она сильная и независимая, а он заботливый и понимающий. Это самый долгий королевский союз в мировой истории. И как им удалось сохранить семью, несмотря на все сложности, которые, конечно же, у них были. Эксперты уверены, у пары были свои секреты. Мы знаем по меньшей мере 10 принципов, на которых базировался королевский брак. Давайте мы вспомним все эти принципы. Возможно, они помогут и нам. Первое. Их брак был основан на любви. Второе. Им пришлось очень многим пожертвовать ради того, чтобы быть вместе. Третье. Они всегда поддерживали друг друга. Четвертое. Они имели общие интересы. Пятое. Чувство юмора очень важно. И вот здесь я хочу даже немножко подольше остановиться и вам рассказать кое-что. Говорят, что принц Филипп никогда не был романтичным мужчиной, но у него было великолепное чувство юмора, и он мог в любую минуту развеселить королеву. Забавное прозвище. Он называл ее Колбаса. Одна из историй, связанных с этим прозвищем, звучит так. У королевы нет от природы улыбчивого лица. Поэтому, когда ей приходится встречать и приветствовать тысячи людей на различных приемах и вечеринках, она часто выглядит сварливой. Во время одного из таких официальных мероприятий Филипп сказал своей жене «Не смотри так грустно, Колбаска!» И вот вдруг неожиданно королева расхохоталась. И это именно прозвище Колбаска, оно так и прилипло к ней. И когда он хотел развеселить королеву, даже спустя 70 лет, он называл ее Колбаска. «Не смотри так грустно, моя Колбаска!» И королева начинала смеяться. Шестое. «Они никогда не спят в одной спальне!» Седьмое. «Они все время разговаривают друг с другом!» Восьмое. «Терпимость – ключ к семейному счастью!» говорил принц Филипп. Девятое. «Они очень ценили всегда подарки друг друга и не забывали говорить об этом друг другу!» Десятое. «Они ни разу не пожалели о своем решении!» Принц Филипп и королева Елизавета были вместе до самого конца. Утром девятого апреля Филипп мирно скончался в Вензорском замке в возрасте девяносто девяти лет. Причина смерти указана – старость. Елизавета, которая, по слухам, была в момент смерти супруга рядом с ним, сказала, что его смерть оставила огромную пустоту в ее жизни, которая уже не сможет быть заполнена никем и ничем. Лишившись своей опоры и своей любви, королева сразу очень сильно сдала. Было похоже, что она потеряла всякий интерес к жизни. И спустя лишь год с небольшим, 8 сентября 2022 года, королева тихо скончалась в своей постели в замке Балмарал в Шотландии. Вот такая история длиною в жизнь, история любви. Всем, друзья, пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok